Сегодня обсуждаем поистине такую животрепещущую тему, к ней можно относиться вообще по-разному. Это как, знаете, купить телефон за 60 тысяч рублей и на него нацепить чехольчик за 100 рублей. Можно купить часы, ну это сервис 1, за 28 тысяч рублей, а можно купить и подороже, и нацепить сюда ремешочек за 150 рублей. Вот как вы к этому относитесь? Я к этому, в принципе, отношусь нормально, хотя здесь можно судить по-разному. Это как, ты купил машину и нацепил диски самые дешевые. Ну, либо ты должен покупать телефон дорогой и к нему покупать чехол еще за 5000 рублей. Так, ладно, напишите, что вы думаете по этому поводу, а теперь приступим уже непосредственно к тому, что я хотел вам показать. Нами было заказано с сайта Алиэкспресс вот такие вот ремешки. Это не оригинал для Apple Watch. Я вот сегодня вам про них и расскажу, насколько они плохие, насколько они хорошие, в чем отличие от оригинального ремешка. У нас есть Apple Watch, которому можно докупить какие-то хочешь ремешки. Кожные, силиконовые, металлические, какие там еще бывают тряпочные. Это все у нас меняется. Компания Apple сделала круто. Все это очень быстро меняется. Ты их не как в обычных часах должен там скрутить, потом опять прикрутить. Очень удобное крепление. Нажимаешь, все дело выдвигается. И поэтому Apple Watch можно вообще вот так вот носить. Окей. Вот так прицепил. Все. Ништяк. Маленький айфончик. Алло. Что? Да, да, да. Поставил лайк. Молодец. Окей. Есть Apple Watch. Оригинальный ремешок потрясающий. Приятный на ощупь. Очень комфортный. Не раздражает кожу. И стоит нормально, дорого. Окей. Китайский ремешок, который научились подделывать. И не знаю, насколько это нужно. Каждая из этих штучек стоит по 150 рублей. Вы представляете, за эту какашку просят 150 рублей. Для Apple Watch, которая стоит в разы больше. По цвету разные выпускают. Вообще, конечно, по дизайну они все разные. Но честно говно. За 150 рублей ты получаешь. В принципе, на первый взгляд, вау, им прикольный. Выглядит так же, да? Но это его задача выглядит так же. Вот так вот все должно быть нацеплено. А ну-ка, хоп. Ну, здесь еще просто маленький ремешочек из комплекта. Здесь большой. Ну, китайцы научились прям нормально подделывать. Вообще так. Вот так вот не скажу, что это типа Китай. Ну, на ощупь, кстати, понятно. На ощупь это какая-то пластмасса. Это как будто кучок. Короче. Стремно. Насчет ношения. Пробовали. Не особо там приходится все это дело выходит. Вот как бы у тебя получается. Вроде Apple Watch, да и вроде ремешок, то он очень похож на оригинал. Никто никогда не скажет. Но ты-то знаешь, что он стоит 150 рублей. И что вы по этому поводу думаете? Нормально или нет? По застежке все получается то же самое. По крепежке все получается то же самое. Но на ощупь за 150 рублей он, в принципе, так, наверное, и ощущается. Здесь он довольно-таки гладкий, тяжеленький. Здесь он легкий, такой, знаете, как шершавый. Возможно, у тебя отвалится рука после этого. А возможно и нет. Но я бы вам, наверное, не рекомендовал использовать такие ремешки. Илья, ты делаешь видео, рассказываешь об этом и говоришь не использовать. Ну, потому что хрень на самом деле. А вот интересно, а если у тебя есть Apple Watch и ты покупаешь подобие, ну, точнее, поделку Эрме. Ремешка. Ммм, за несколько рублей. Интересно, как это будет смотреться. Ну, так-то все крепится. Ништяк, отсюда не вываливается. Хоп, они беленькие. Итог этого ролика таков. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы с обычными, ну, как я не знаю, устройствами. Вот у меня телефон, чехол реально за 150 рублей с Алиэкспресса заказал. Вот такой чехол классный. То же самое, в принципе, и здесь. Я не вижу ничего страшного, чтобы, ну, несколько раз использовать такие ремешки. Ну, да, по приколу. Хотя здесь это, получается, ну, такая тема. Он не совсем качественно сделан, скорее всего. Если найти подороже, то все будет ништяк. Вот здесь, видите, он немножко как-то вот отваливается. Все, конечно, в мелочах. Конечно, на 150 рублей он тянет. В часах я бы, наверное, вам посоветовал все-таки использовать оригинал ремешки. Потому что это намного круче. И это касается вашей кожи. Как-никак. Потому что постоянно контакт с кожей идет. А вдруг от этого реально рука отвалится. Хочу услышать, что вы по этому поводу думаете. Пишите в комментариях, ставьте оценки. И увидимся с вами совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok